Привет! Третий выпуск, третья неделя, и наш баланс на сегодня будет 323 доллара. Это 200, которые мы инвестировали в предыдущие две недели. Соточку я закинул только что, вот она у нас висит в BUSD. А остальное это порсильчик подрос. Вот как это выглядит в таблице. Медленно идем с опережением. То есть по плану должно быть 302 доллара, но у нас 323. Приятно. Итак, сегодня будем тратить эти 100 долларов в три монетки. Это AVAX, DOGE и APYCOIN. Не знаю, как правильно его прочитать на английском. APYCOIN или APY. Да, ну короче, пофиг. APYCOIN будем называть как русский чувак, который плохо знает английский. Начнем с APY. Почему она? Потому что, во-первых, я верю в сообщество. Что это вообще за монетка? Да, это монетка от тех ребят, которые сделали самые крутые, хайповые NFT. То есть вот эти вот обезьяны. Это монетка от них же. И они будут строить метавселенную. То есть они объявили о том, что они будут делать метавселенную. Вот, как видите, сейчас график этой монетки. То есть он хорошо рос до 19, потом корректировался до 12-13. Вот здесь. Да. Даже до 11-11 было. Вот, я его хотел купить еще совсем недавно. Даже в прошлые выходные. Но тогда у нас был с вами Bispap. Поэтому мы сегодня покупаем его по 17. Сейчас давайте зайдем на CoinMarketCap. И посмотрим, вообще, какой он сейчас у нас по счету. Он тут не пишет, какое место он занимает в MarketCap. А, 29-е место. Слушайте, он уже прям хорошо в топе. Но я уверен, что он хайпанет еще в ближайшие несколько лет. Потому что я беру эту команду, которая сделала такой крутой продукт с обезьянами. Так хорошо его захайпило. И я понимаю, что от них метавселенная тоже может дать все, что угодно. И понимаю, что Bump тоже может быть очень сильно хороший. Поэтому я готов на... На сколько? Давайте на 25 долларов купить API в свой портфель. Вот таким вот способом мы его добавляем сегодня. К сожалению, я тут уже посмотрел. В стейкинг его особо не отправили. Там дают 1% годовых. Просто пускай лежит пока на балансе. Дальше у нас сегодня по плану. 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 Дальше AVAX. Но про нее говорить не имеет смысла. Потому что это DAVN coin. Вы про него уже, скорее всего, слышали. А если нет, то сейчас вам на экране есть краткая выжимка. Почему, что и как. Мы его сегодня берем, давайте, на 30 долларов. В том числе и потому, что в него инвестирует компания, создавшая токен LUNA. Она инвестирует сейчас в Bitcoin для того, чтобы поддерживать свой стейбл coin. И AVAX. Но поэтому, а что бы его ни взять, то дополнительно еще как точка мотивации. И Dogecoin. Почему Dogecoin? Потому что, хотите вы или нет, но пока Маск жив, а пока ничего не предвещает беды, что Маск не будет жив, он будет пампить Dogecoin. И так или иначе, его будут принимать то там, то сям, то где-то еще. Поэтому смысл в том, чтобы его хранить в долгосрок, он тоже есть. Потому что мало ли, куда его интегрируют, куда его, не знаю, сейчас Маск купит Twitter, поставит им оплату в Dogecoin. Это тоже будет очень хороший памп. И этот памп может идти в долгосрок. Потом они придумают механизм сжигания монет. Потом они придумают что-то еще. Ну, в общем, короче, вариантов тьма и масса. Но в долгосрок я понимаю, что я его готов взять на 45 долларов. Сопоставить мои активы, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть BNB под 12 годовых. У нас есть AVAX под 21%. Нам устраивает. 21% годовых. У нас, как вы помните, планочка. Это 20 годовых по умолчанию. Поэтому нам подходит. Чтобы наша цель достичь, нам такое хватит. У нас есть NIRUNA, а что, Dogecoin, где? Где Dogecoin, блин? Интересно. Тут, скорее всего, тоже не будет. Давайте посмотрим. Просто зайдем в YERN, найти монеты и наберем Doge. Неужели Doge тоже нет? Doge. Что есть? 1% годовых. Ну вот, собственно, я вам сейчас тоже покажу здесь, что еще. АПИ. Тоже 1% годовых. Ну, как бы, но и смысла нет. Все. В принципе, вот сегодня у нас все. У нас сегодня 3 актива, которые отлично пополнили наш портфель. И будем надеяться, что дальше весь этот рынок ждет рост. Наш портфель будет тоже увеличиваться в рост. Что классного? В таком подходе, когда ты инвестируешь 100 долларов каждую неделю, тебе все равно, куда пойдет рынок. Вверх или вниз. Как вы видите, вот сейчас АПИ. АПИ. Он этот, он хорошо подрос, но я готов его взять. Почему? Потому что, в принципе, если там через 2-3-4 месяца пойдет какой-то медвежий цикл, я всегда смогу спокойно его докупить еще по очень низкой цене. То же самое с биткоином. Я не гадаю, куда он пойдет вверх, или вниз. Я знаю, что долгосрочно он пойдет вверх. Соответственно, сейчас я его купил на 25 долларов. Потом, если что-то произойдет с рынком, и он пойдет сильно вниз, я его куплю еще раз, например, на 100 долларов. Отдельно в неделю просто куплю беточек, если он очень хорошо проливется. И таким способом я буду очень хорошо усреднять. И в долгосроке у меня будет и очень хорошая цена покупки, плюс стейкинг, который добавляет приятный бонус к нашим инвестициям. Ну и вот, долгосрочный тренд, который будет идти вверх, потому что за криптой будущее. Как мы это все с вами прекрасно понимаем. Спасибо, что смотрели это видео. Если было полезно, ставьте лайки. Любые вопросы пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, если еще нет. Пока.